а как выбрать всего джрачку например хочу чтобы жрачку не а уходи изм почему эти люди ко мне заходит дом так просто вообще без без спроса без а потом мне дети пропадают привет мои любители древности это канал джей play а это sims 2 династия баскервилл они снова здесь вы не ждали вернее вы наверное их ждали но вы не ожидали что они вот вот вдруг объявятся здесь под конец то уходящего года короче я хотела сделать кое-что но у меня не получается это сделать поэтому придется вам рассказать как обычно на словах это все вы видите что у нас происходит вы видите что их двое что вы думаете вы думаете что это что вы думаете я опять не уследила за ребенком да и его опять от нас отняли а нет вы не угадали вы совершенно не угадали вы даже представить себе не можете что произошло помните прошлой серии вы что думали вот конец прошлой серии он просто так пройдет да вот вот просто вот вот так вот он пройдет да и ничего не произойдет да вы думали это ничем не чревато да что это кто этот голый чел ты кто такой кто это Ярослав Леско. Слышь ты, Леско. Так, а предложить... Нет, не то. Я хотела что-то... Как, как... Я не понимаю, какие действия можно сделать, чтобы, как бы, хоть какие-то поговорить. Вот, давайте пообщаться просто хотя бы поставим. Я просто не знаю, какие действия нужно применить, чтобы здесь, как бы, это было хоть как-то... Чтобы даже хотя бы это в какую-нибудь типа катсцены вам показать. Короче, ребенка нет. Да, попробуйте угадать. Вот кто угадает, почему нет ребенка, а? Как думаете? Вспоминайте конец прошлой серии, а? Или если не помните, то пойдите пересмотрите, потому что я именно это и сделала. Пошла и пересмотрела конец прошлой серии. Да, все правильно. Украл, украл, украл он нашего ребенка, и мы отмечаем. Ну, вообще-то мы... Я планировала, что как-то полицию вызовем, все дела. Ну, смотрите, у нас тут мужики, допустим, это детективы. Они пришли, короче, значит, показания снять у нас, допросить, все дела. В общем, вызвали мы полицию. Естественно, мы позвали наших друзей, то есть это как бы мэра города, как никогда. Сейчас вся просто... Вся Сим-Ландия, весь Сим-Сити будет на ушах. Все будут искать нашего ребенка. Просто беда какая-то, несусветная беда. У нас сломался душ. Я, поскольку я не знаю, как сделать так, чтобы здесь появилась полиция, чтобы как-то общаться с людьми, чтобы это был допрос, чтобы хотя бы порыдать просто здесь это сделать. Например, в четверке я бы это просто уже сейчас сделала, то есть там можно было бы настакать всякими кодами и прочими. Здесь с этим заморачиваться и даже не уверен, что это вообще возможно. Вот, смотрите, вот видите, вот он ему рассказывает, он ему шепчет, он прям переживает, все, все души изливает. Представьте, сделайте вид, что так и есть, короче. Еще у меня, знаете, что не получается? У меня не получается в багаж положить вот этот компьютернище. А, он используется. Но он и не используется, все равно не получается. Сейчас, смотрите, она отойдет отсюда, например. Вот она отошла, вот я беру вот это вот и в багаж, как положить? Я до этого клала в багаж же как-то, как это сделать? Сейчас я отыщу этот комментарий. Замечательный человек написал, что вижу, что потребности занимают все время игры. Там, где багаж, есть награды за успех, в них есть кнопка жизненные выгоды. Ищем кнопку жизненные выгоды, ни херя не находим. Так, там можно выбрать потребности, и они значительно медленнее будут понижаться. Так, смотрим. Багаж. Где жизненные выгоды? Кто-нибудь видит жизненные выгоды? Не вижу жизненных выгодов. Жизненных выгод. Награды за успех. Может быть, вот это? А, вот выгоды. Ты посмотри. Работа, сладкая жизнь. Вы напряженно работаете, но в то же время умеете отдыхать, как никто другой. Начальство так ценит вас, что выходные дни случаются у вас чаще, чем у прочих работников. Это достаточно забавно, потому что у нас, как бы, Оливия не работает. У нее не получилось с работы, ничего. Потребности пониженной общении досуг. Дополнительную цель выбрать. А как выбрать вот жрачку, например? Хочу, чтобы жрачку нет. Давайте все вместе скажем спасибо этому замечательному человеку. Мы теперь все, мы заживем, заживем, заживем. Так, Себастьян, твой черед. У тебя побольше? У него вообще дохренища. Смотрите, сколько у него. Так, значит, выбираем, 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 выбираем. Бабушкина уха. У него другое тут, что-то, кстати, смотрите. Уха, а, у него по семье. Уха, приготовленная по фамильному рецепту, передававшемуся из поколения в поколение. Всякий, кто ее съест, почувствует себя очень уютно. Себастьян у нас очень хорошо готовил, кстати. Угу. Уговорить. Каждый родитель совершает ошибки, но иногда можно вымолить. Где это было в прошлый раз, а? Плодовитость. Нет ничего лучше, чем прибавление в семье. Нет, это нет, спасибо, нет. Можно было бы, да, но нет, потому что, в общем-то, я решила, что у них будет всего один ребенок. У них не будет другого ребенка, потому что они и с этим-то справиться не могут. И потом у них в жизни постоянно какие-то приключения, злоключения случаются. Им как бы не до того, чтобы еще второго ребенка заводить. По крайней мере, не сейчас. Это что, дополнительная цель? Ауч. Вот такая цель? Не, не хочу, я с этой-то не справляюсь. Блин, вот это неплохо было бы, но меня пугает надпись внизу, что типа использование этого объекта с персонажем с низким или средним уровнем успеха может привести к нежелательным побочным успехам. Хотя, какой может быть уровень успеха у собаки? Не знаю, но меня напрягает это. Между прочим, у Оливии появилось желание устроиться на работу разведка. Это довольно забавно, учитывая, что у нее только что похитили дочь, и она как бы хочет в такую категорию, в такую стезю устроиться работать. Учитывая, что она до этого всего лишь хотела быть танцовщицей, у нее не получилось с этим, все беды, короче, сплошные. Но устроиться на работу разведка, я думаю, это вполне хорошее предложение. Так, иди найди работу. Оливия, все, иди и ищи работу. И что она хочет? Она хочет... А, индустрия игр. Не, 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 нам подходит разведка. Я даже отметила себе вот эту штучку, потому что, как бы, ну, мне кажется, это логично. Разведка, это, наверное, что-то... Хотя разведка, наверное, шпионит за кем-то. Ну, фиг его знает. Журналистика, нет. Разведку давай, давай разведку. Разведку, разведку, разведку. Как... Как на зло индустрии игр подогнали, конечно. Разведку дай. Хочу разведку. Дай разведку. Хотя можно было бы устроиться в индустрии игр, а потом уволиться и, типа, это... Получить баллы за это. Поискать еще. Какой воспитатель? Разведку давай. Как же намного проще в Sims 4 взял и выбрал абсолютно... Есть! Помощница сы... Помощница сыщика. Это то, что нам сейчас необходимо. Устроиться на... Нифига, это мы все время будем работать. Устроиться на работу. Все, мы будем помогать сыщику. Он поможет нам найти дочь, а мы будем помогать ему. Нам надо возвращать дочь. Ну, короче, нам мэр в этом обязательно поможет. Мэр, Честер, как бы все дела. Честер всего лишь художник, но он наш друг, у него есть связи. Что случилось? Есть хочешь? Так пошли, ты же умеешь бабушкину уху какую-то готовить теперь. Я же тебе подарила вот этот навык. Так, бабушкина, давай подать ужин. Бабушкина уха, смотри, реально он бабушкину уху теперь умеет готовить. Куда он делся? А, извини, ты занят. Хорошо. Так, она месит глину. Гости, ты ушли уже, нет? А это творчество ей прибавляет или что? В конце концов, вот эти тарелки. Продать. Я сейчас все тарелки... А нельзя продать вот эти тарелки? Блин, почему? Что такое? Ты там уху готовишь или кухню мне сжигаешь? Ну, похоже на уху, смотрите. Хотя это вообще похоже, не знаю на что, на какой-то овощной суп. Так, ага. Оливия! Иди жрать. Она пошла ждать пищи. О, как... Себастьян по привычке на троих положил. Так, ты кто такой? А, это Честер! Нифига, у тебя плавки, Честер. Я даже и не знала, что это такие плавки. Так, а это его сын. Если помните, мы из сына вытащили дьявола в предыдущих сериях. Вот, ты поела, Оливия, дорогая? Почему ты не поела? Кто-то спер твою еду? Так возьми порцию себе. А, ну вот этот пацан, Эштон, пришел и спер нашу еду. Все понятно. Садись, кушайте. Все. Должен какой-то уют подняться, или что-то такое сказали. Это то, что было нужно. Мне сразу стало лучше. Он приготовил обед, специальный такой ужин, специальный. Ну, они же расстроены, они как-никак дочь украли. Это вообще просто этот Луиджи, Игнатия, хренатия, просто... Ой, беда сплошная. Да, 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 вот так вот. Остерегайтесь дворецких, да. И снова, да? Это ей будет... Так, ты хотел поухаживать за ней, да? По-моему, вам уже пора всем домой. Как же медленно повышается питание. Слушайте, я столько сижу времени, оно все не повысилось. Который час, наконец-то, вали давай уже. Позвала, блин, на пять секунд. Хотела записать вам, типа, ну, как бы к от сценку. Но поняла, что не получается, когда они приперлись, не выходит. Так, Себастьян, это что за кое? Поухаживай за ней. Нет, он не будет. Я продам эту сраную машину. Они достали с ней. Да что там такое? Какой тост? Я выкину тост вообще. Я выкину эту бутылку вообще, продам ее, все, все продам. Вот, все, да, он ее подуспокоил. Помолвка? А, мы типа не женаты, реально? Ну, наконец-то ты ушел, заколебал. Едет твою мать. Стоит, дышит мне в ухо. Ну, что такое? Аллегра, ты где? Что случилось? Что случилось с Аллегрочкой? Аллегра возмущена. Какого хрена вы на меня не обращаете внимания? Собаки такие. Ребенка потеряли. Что, теперь меня хотите потерять? Блин, да она воняет. Опять у нас вспомовка какая-то фигня. Она воняет. Все плохо. Ну, ничего страшного. Это самый неподходящий момент. Я не думала, что он прям так реально... Ой, тихо, что произошло? Да у нас как бы дочь. У нас дочь пропала. Не до помолвки вообще сейчас. Почему ты воняешь? Я тебе потребный... Опять есть пошел. Что-то, по-моему, не работает эта тема с потребностями. Так, ладно. Давайте, короче, значит... А, у нас тут нет вообще ничего. Все, короче. Я сейчас все игрушки продам. Надоели. Играются просто... Ой, какой срач. Посмотрите, здесь же плесень. Просто плесень. Давай, давай, давай почистить. Почистить, потом выкупать Аллегру, потом выкупать себя. Анабель, выкупать! Каким образом? Каким образом я ее вам выкупаю? Она же... Нет, ее украли у нас. Украли нашу деточку. Аллегра, ты где? Да, хоть тебя помою. Что случилось? Помой Аллегру. Что, что, что мешает? Что мешает выкупать ее? Дверь? Да не корми ее, помой ее! Че не так-то? Блин, сейчас, сейчас, долбану вас. Да, походу, двери... Блин, надо расширять пространство. Невозможно жить в домах в 72 в таких. Вообще нереально. Смотрите, не получается, вы видите? Не хватает места. Надо опять переезжать, блин. Иди, твою мать! Надо больше пространства оставлять. Себастьян от бессилия спит. Блин, протух супчик! Супчик протух! Пробудись! Ну что, ну в чем проблема? Ну вот же рядом стоит, иди. Че не так-то тебе? А это можно вытереть. Да, господи, все, все плохо, все плохо. Оливия не идет на работу, правильно? Потому что Оливия идет спать. Все нормально, всех уложили спать. Аллегра, ты спишь? Блин, где моя собака? Она кость грызет, ладно, сойдет. Не позволяет здесь камера настолько прям играть с поднятыми стенами, как я привыкла играть в четверке. Да. Так, никаких развлечений, пока мы не найдем нашего ребенка. Чинить? Она сломалась? Хорошо, ты чинишь. А, он инструкцию, он полез читать инструкцию, как чинить. Он, у нас Себастьян молодец. Он, прежде чем ломать, он сначала смотрит, как, как починить. По-моему, мы зря чиним то, что еще не сломано. Вот это вот надо было чинить. Что там за шавки ошиваются вокруг моего дома? Все, не починил. Иди на работу. Все, Себастьян, иди заработай деньги. Оливия справится, наверное. Внимание, внимание! У Оливии платье! Она как это, как домохозяйка в платьях вот этих вот, знаете, как типа из всяких фильмов таких. Все, давай, прибирай. Господи, вот это вот вечеринка была. Насрали, нас обоссали все тут. Куда она пошла? Я извиняюсь, куда она пошла? Вельма! Это как будто Вельма! Похоже. Нет, без очков только. Ты будешь мыть здесь? Серьезно? А куда раковина делась отсюда? Так а... А где посудомоечная машина? Чего не так-то? Что такое Тинкер? Нет. Нет! 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 Оливия, прости! Да подожди, дай посмотреть. Да ебаный холодильник. Нет, это просто какая-то беда, мне кажется. Это какой-то заговор вселенского масштаба происходит. Ладно. Оливия, значит так. Так. Я предлагаю тебе... А нельзя вызвать мастера? Давайте просто вызовем мастера. Наверняка мы можем себе позволить вызвать мастера. Откуда столько денег? Я столько не зарабатывала, по-моему. Давайте позвоним в услуги. Я продам эту машинку. Убери ее из рук из моей. Вы не могли бы прийти и помочь? У меня дом просто разваливается, а я превратилась... Лучшая ремонтная контора. Давай, мне без разницы, сколько вы стоите. У меня просто анархия в доме творится. А сама я стала фиксиком. Взять отходы. Мы берем отходы. Все, не переживай. Мы берем отходы. Сейчас, сейчас, сейчас. Просто посмотрите на эту фигуру. Это отходы ты взяла? Нет, она набивает брюхо. Ну что... Такая, да. Такая судьба жестокая у них. Что поделать? Вот во что превращается. Вот так вот, да. Так, я хочу блюдо... Что это? Какое это блюдо? Десерт. А это что? Десерт. Без разницы. Все, десерт. Едим десерт. Что случилось? Что? 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 Что это было? Аллегра! Валим отсюда! Бежим! Аллегра! Пожарный! Спасите! Спасите! Себастьян что? Проходит мимо стола одного из коллег и видит маленькую модель поезда. Коллега куда-то вышел, но моделька так обросится в руки. Будет ли Себастьян играть с поездом или подойдет попозже, когда коллега вернется? Подойти попозже. Поборов искушение, Себастьян решает подойти позже, ведь любимое увлечение это так серьезно. В обед Себастьян просит, приносит показать коллеге своей модели и разговор течет весело и непринужденно. Себастьян получает баллы интереса к механике. Прекрасно! Спасай меня! Спасай! Кто? Анакин Хачкин! Спасай меня! Что-то какая-то жопа происходит. Почему? А как тарелка с едой загорелась? Что происходит? Что за дела? Или это я воспламенила все? Будьте осторожны. Да я была осторожна, как я не знаю что. Меня просто внезапно что-то подпалило. Где мой ремонтник? Ля, я хотела, чтобы полиция ко мне приехала, чтобы я катсценку засняла. А у меня в итоге пожарная приехала, смотрите. А! Хороша катсценка. Ой, замечательно. Очень тяжелый был день. Что поделать? Да где этот ремонтник? Я же его вызвала. Сколько он будет идти? Еды у собаки нет. Надо наполнить. Брось съесть. Накорми собаку. Блин. Себастьян думает об Анабель, наверное. Как вам это показать? Как реализовать это вот здесь? Придется все вам на словах, видимо, рассказывать. Я сейчас попытаюсь. Если не получится, то расскажу вам на словах. Так, ведь письмо. Вот. А теперь сделай вид, что ты читаешь... Блин, нет. Где газета какая-нибудь? Дайте мне газету. Мне нужно сделать вид, что она что-то читает. Газету дайте мне. Приходил этот Луиджи Игнатио и оставил записку. Она читает эту записку. Ну что я сделаю? Я не знаю, как это сделать красиво. Все. Как есть, так и могу. Вот я придумала какой-то... Какая жирная кошечка. Какая жирношечка. Вау. Привет. Какой прогнать? Ой, что случилось? Короче, написал он ей письмо, положил в ящик. Она прочитала это. Он все это построил так, чтобы, как бы, естественно, это прочитала именно Оливия. Потому что... Потому что... Ну, потому что нахрена ему Себастьяна, если ему Оливия нужна. А в письме написано, если хочешь увидеть свою дочь, приходи туда-то. Неужели это мастер добрался? Нет. Где он? Я точно вызвала мастера? Как думаете? Блин, мастер приедет или нет? У меня дом разваливается. Я позвонил, я заплатил. Что происходит? Почему есть тень от газеты, но не от Себастьяна? Мне кажется, меня развели, и мастер не приехал. Мастер! Приехал! Да что ты, неужели? Да ты, неужели ты доехал до нас? Господи. Ты посмотри на него. Старого деда какого-то прислали. Он пока до нас добрался, у нас чуть дом не сгорел. Давай, чини мне все, что можно и нельзя. У меня вот это надо починить, вот это надо починить, и вот это вот надо починить. Короче, все, чини. Чини быстрее все, пока у меня еще не развалилось тут все к чертям. Так, он пошел чинить. Я слежу за ним. За этими всякими домовыми, которые вот у нас работают тут, да, вот эти вот дворецкие, чинители, няни всякие. За ними надо следить. Глаз да глаз. Он прям головой туда окунается. А вот еще. Ладно, чини мой душ, хорошо. В смысле все прекрасно? А вот это? Как это все прекрасно? А ты еще кто? Как это? А это что тогда такое? Подожди. Что это? Взять на прогулку. Вот. Пойдемте гулять с Аллегрой. Это что еще за хрена идет ко мне? Кто такой? Эрик Фита. Блин, опять какой-нибудь. Кто это? Кто это? Техника это начало. Приглашаю посетить мастерскую Билла, место, куда приходит сектор. Ты что, с ума сошел? Тебе что надо? Уйди от меня. Уходи из... Почему эти люди ко мне заходят в дом так просто вообще? Без спроса, без всего. Потом у меня дети пропадают. Пошли на прогулку с Аллегрой. Все, пошли. Она когда-нибудь выспится или нет? Я не понимаю, сколько можно спать уже? Она дрыхнет весь день. Так, вот сейчас куда она поставит эту тарелку? Куда вот она ее понесет? Посуду. Да, конец-то. Да, 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 да. Вот так вот. Так, хорошо. Господи, какая ужасная машинка. Она меня бесит уже. Какие идеальные потребности. Просто идеальнейшие вообще. Не отродясь, таких не было потребностей. Посмотрите, все зеленое. Все зеленое. У все... Ай, блин, Аллегра. Так, короче. Я пошла? Мне пора выйти. Да отойдите с дорог... Ну, ё-моё, ну что-то... Ой, маршрутизация, кошмар. Выпустите, пожалуйста, меня отсюда. Отлично. Иди почить ванну. Оливия, у нас с тобой есть задание. Что это? Взять на руки. Как это вам взять? Что? Что происходит? Что значит взять на руки? Куда это взять на руки? Что происходит? Так, я пошла. Ай, блин. Черт упустил этот момент. Да блин, ну что с камерой? Такой кошмар творит. А, надо пониже опуститься. Вот она, ребенок. Вот он, ребенок. Мой ребенок. Вот он, вот он, вот он. Ну-ка, ну-ка, долбани его. Ну-ка, тресни его. Ты что, тварь, на меня напал? Не поворачивайся к нему спиной, Оливия. Не поворачивайся к нему спиной, Оливия. Не поворачивайся к нему спиной, Оливия. Говорят тебе, какой-то чел приходил. Че ты сюда пришел? Тебя здесь сюда не звали вообще. Просто абсолютно. А он, он, вы видите, что произошло? Я, вы видите? Он, вот ее без ума. Блин, ну да это невозможно. Ничего вообще совершенно вам. Не хочу больше. Не буду я обвариваться с катсценами, иначе из-за этого вообще серии никогда не увидите. Блин, она пошла на работу, короче. Все, все испортили. Что, кто это пришел? Не трожь ребенка, тварь. Она на него плюнула. Еды давай. Жрать дай мне живо. А негде пожрать взять, да? Потому что дом пустой. Я и виноват, что мы в такой дом переехали. Тут просто как бы нет возможности. Если ты переезжаешь из этого дома и выезжаешь обратно, он пустой. Че хочешь, делай. Конечно, к группе присоединится. Оливия стесняется танцевать в тишине, поэтому включает музыку, прежде чем присоединиться к танцу. Оливия с группой коллег танцует, но остальным сотрудникам мешает громкая музыка. Они жалуются шефу. Вот стукачи. Выплачивает штраф за нарушение рабочей лица. Оливия и работа это что-то несовместимое, по-моему. Да, мы получили повышение. Серьезно? Прикольно. Выплатили штраф и получили повышение. Блин, она даже вот сейчас пошла без ребенка на руках. Ну вот как можно здесь что-то вот создать? Вот они. Они вместе. Они снова здесь. Они снова тут. Аннабель, наша прекрасная чудо. Деточка снова здесь. Короче, давайте я вам на словах лучше расскажу. Потому что не получилось. Я пыталась всеми силами путешествовать на Дальний Восток. О, неплохо было бы. Я всеми силами пыталась как бы сделать, создать это, воспроизвести в Симсе. Но это невозможно. Как можно? Пока они, короче, читают сказки всякие. Не получилось у меня это сделать. Как я не пыталась. Я хотела, во-первых, вам создать, воссоздать сцену того, как он похищает Аннабель. И как... О, Себастьян идет. А тебе нормально, что ты в куртке, а дочь у тебя вот так вот сидит, да? Ну, видимо, нормально. Луиджи оставил записку Оливии, пока Себастьян был на работе. В записке написал, что если ты хочешь увидеть свою дочь снова, то приходи ночью в парк одна, никому об этом не сообщая, ни полицию, ни мужу, ни собаке, никому. Ну, Оливия пошла, да. Но Оливия-то умная, она, видишь, уже с сыщиком, вась-вась, как бы все это, все дела. Какова была цель Луиджи? Он хотел, как бы, чтобы девочку-то, как бы, вроде как отдать, оставить в этом парке, а Оливию похитить. Но его план провалился с треском, потому что Оливия все предусмотрела и позвала все-таки подмогу с собой. В кустах они прятались. Все побежали за Луиджи, но Луиджи не поймали. Нет, этот черт поганый скрылся и все еще где-то там ошивается. Но его ищет вся... Что за дела? Его ищет вся полиция города, все, короче, мэр, все на ушах. Ему так просто не уйти все... Что это? Что это такое? А, светлячки. Он так просто не отделается от этого всего. Его все ищут, но пока не нашли. И, тем не менее, мы, как бы, все вместе, вот, наконец-то, у нас наша семья снова в сборе. Все воссоединились. И Себастьян и Оливия помолвены, и дочь снова с нами. Вот такая красота. Да. А почему у нее только три желания? Нету больше, да, желаний? А из-за того, что они переезжали, у них, короче, теперь они стареют, да, у меня? Ну-ка, пошли, на горшок тебя отнесем. В плохих условиях содержал он девочку нашу. Стоп! Олегру, Олегру, наполни миску! Наполни миску, Олегре, спасибо. Я видела в одной из серий, что ты перелезла отсюда спокойно сама. Почему-то Олегра не очень любит Аннабель. Ты посмотри, она не хочет вылезать. О, боже, что опять? Оливия видит, как в кабинет входит красавец-мужчина. Он просит отыскать его пропавшую жену. По-моему, это Себастьян. Оливия чует, что мужчина лжет, но пачка банкнот на столе внушает уважение. Уходя, джентльмен роняет на стол платок с антиалами... Бог! Что сделает Оливия? Будет искать пропавшую жену или проследит за клиентом, чтобы проверить правдивость его слов? Так, нам надо проследить. Надо проследить. Я ему не верю. Оливия следует за клиентом и обнаруживает, что у него нет никакой жены, а есть сообщница. Оливия понимает, что эти двое планируют совершить преступление и сообщает в полицию. Когда мошенники пойманы, Оливия купается в лучах славы и восхищения. Оливия получает повышение за бдительность. Мне кажется, Оливия нашла свое призвание, наконец-то. Овации! Да! Она следователь! Она теперь следователь! Вы видали? Вот это жизнь пошла на лад! Вот это просто! После всех тех несчастья, что у нас приключались... Неужели все теперь будет хорошо у них? Это прям... Да хорош орать на моего ребенка! Что тебе не так? Чем тебе не нравится этот ребенок? Что не так? Как будто бы она в ней чует зло. Ты что делаешь? Сходи на горшок! Наконец-то! Что вот можно вот с вот этой штукой делать, интересно? Дай-ка... Персонажи могут загружать соковыжималку только те продукты, которые хранятся в багаже. А у меня нихрена нет, да? А где мне взять эти продукты? Все, теперь Оливия может управляться с огнем. Великолепно! Зачем ты укладываешь кровать ее? Она только встала! Она уже... Как так? Это мои продукты, да, приехали? Ура! Забрать доставлено! Давай сюда! Спасибо! Все, загрузили? Мой холодильник полон. Теперь можно я загружу сюда ингредиенты, нет? А как? А что? Это типа... Блин, а нахрен тогда вот это здесь на... Что он делает? Индюшку делает. Дай я тогда продам эту соковыжималку. Нахрен она мне нужна вообще. Тут место только занимает. Иди отсюда, нахрен. Хотя нет, ладно, она постоит как декор. Пусть стоит как декор, ладно, все. Куда ты пошел? У тебя же готовится еда! Совершенно невозможно понять, почему Аллегра так злится на Аннабель. Вообще не понимаю. Она же прям... Смотрите, что делает, смотрите. Она ее прям не любит вообще, да? Она прям ее бесит. Не особо ничего не произошло в серии, как бы, таких, как бы, особых событий. Но я вам говорила, что у меня проблемы, как бы, с сюжетом, с внедрением его сюда. В Симсе 2 очень сложно что-то свое построить, что-то как-то придумать. Даже не то, что придумать. Придумать можно. Это сложно воспроизвести здесь прям. И все равно это получается криво-косо, некрасиво, поэтому вот. В любом случае, все наше семейство снова в сборе. Все снова счастливы, все рады. Все довольны. Ребенок снова с нами. Оливия с Севастьяном тоже снова вместе. У них все прекрасно. Они снова помолвлены. Вон, видите, даже кольцо у нее есть. Аллегра. Аллегра тоже, в принципе, практически счастлива. За исключением того, что она ненавидит ребенка. Выпусти ее, говорю. Выпусти ее. Выпусти ее. Выпусти ее. Я тебя прошу, просто выпусти ее. В чем проблема-то? Я не понимаю, что происходит. Все сломалось. Он ее не хочет брать. Что? Что? Что надо сделать? Аллеги, иди ты. Кошмар какой. Просто ужас. Что это было? Что за дичь? Да иди, твою мать. Опять не получается. Я пытаюсь почитать ей сказку. Это бесполезно. Просто невозможно. Как дурацкий, блин. Опять пришел уборщик, короче, и все украдет моего ребенка. Но это невозможно в это играть вообще. Просто меня уже вымораживает все. Невозможно ничего совершенно. Как почитать? Кто эти люди вообще? Не знаю таких. Вот, наконец-то, наконец-то. Как отпраздновать этот день? Что нужно сделать? Как заставить ее повзрослеть уже? Можно я это сделаю? Ну что не так? Я не понимаю, блин. Каких размеров нужно дом построить здесь, чтобы все вмещалось? Все нормально всюду проходили. Что ему не так? Я не понимаю. Стул тебе мешает или что? Охренеть. То есть здесь нельзя ставить четыре стула вместе? Серьезно? Вообще отлично придумано. Как отпраздновать этому ребенку день рождения? Что надо для этого сделать? Да, уходи. Почему только в честь свадьбы, спорт и прием? А день рождения как ребенку мне отметить? Ну и текстура платья. Посмотрите. Жуть. Почему она не хочет играть с этим медведем, блин? Да неужели? Свершилось чудо. Можно заказать вечеринку. Ура, блин. Это же кошмар какой-то вообще просто. Триста лет тут сижу, ничего не получается. Ура. Вот, отлично. Блин, а мне позвать кроме собак-то и некого. Посмотрите. Я только собак и кошек знаю. Так, ну вот этих позовем, ясно дело. Мне кажется, это довольно знаменательно. Мне кажется, буквально в прошлом году мы точно так же завершали год сей про Баскервилли. И как раз таки там рождалась Аннабель. И вот мы заканчиваем этот год. Ее днем рождения. Ой, как вообще? Тут очень сложно поймать красивый кадр. Я вообще, мне не получается управиться с этой камерой. Все, она все задула, да? Так, и что, и что, и что, и что? А будет что-нибудь, сценка какая-нибудь, нет? Пошло. Все. Ой, какая она, милашка. Боже, какая счастлива, Раз. Конечно, она похожа на Себастьяна. На кого же еще? Она с самого рождения была похожа на него. Фига, она какая резвая оказалась. Ой, наконец-то этот стул можно продать ужасный. Наконец-то мы сюда доставим вот этот стул. Ура! Офигеть, она, блин, носится. Посмотрите, куда она делась. Я вообще даже не успела увидеть. Что ж, на этом мы, пожалуй, остановимся с вами. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, то просто проходите мимо. В описании под видео будут ссылки на предыдущие серии, на всякие разные группы и аккаунты, в которых почти ничего нет. На этом все, а продолжение не уверено, но возможно, если вдруг мне что-нибудь придет такое экстраординарное в голову, то возможно оно последует. А мы с вами в любом случае увидимся во всяких следующих разных играх. Всех с наступающим Новым Годом! Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!